Приветствую всех друзья! Вы снова на канале UDC GELION и мы продолжаем наш цикл уроков по аппортировке. Сегодня мы рассмотрим четвертый этап обучения, а именно обучение команде DAI. Этот урок будет достаточно коротким, тут ничего сложного нет. Если вы прошли уже свои три этапа и смогли обучить собаку спокойно удерживать аппорт... Дракоша! Очень важно обратить внимание на некоторые нюансы, которые помогут вам дальше двигаться и обучать свою собаку аппортировке. Итак, у нас сегодня вместо Снуфи Дракоша. Поехали! Итак, мы продолжаем работу. У нас аппортировочный предмет, то есть это пластиковая трубочка, которая неудобна. У нас есть корм. И сегодня мы разучим дополнительные условия. Собака будет отдавать аппорт по команде DAI. На первом этапе, если ваша собака хорошо, спокойно удерживала предмет, лучше держать лакомство в руке, чтобы быстрее решить этот вопрос. Смотрим! Аппорт! Также проверяем уверенное и спокойное удержание. Не спешим, притрагиваемся одним пальцем, двумя пальцами. Потом в какой-то момент мы должны зафиксировать аппорт. Дай! И предложить собаке лакомство из наших рук. Смотрим еще раз. Аппорт! Вы должны различным образом взаимодействовать с собакой, с аппортом, показывая ей, что ей важно сосредоточиться на самом процессе и не торопиться. То есть мы видим, что дракон держит спокойно, плотно. Аппорт не проскальзывает у него в пасти. Он не жует его и он спокойно ждет наших дальнейших действий. Дай! Вы увидели, что в первый раз, когда я удерживал аппорт и дал команду Дай, я держал его двумя пальцами. Во второй раз я сделал удержание одной рукой. На самом деле это один из важных моментов сегодняшнего обучения. Если вы приучите собаку к тому, что всегда, когда вы касаетесь двумя руками аппорта, она будет его отдавать, у нее выработается нежелательный динамический стереотип. И в будущем, если аппорт будет неудобным, например, это будет какая-то объемная или тяжелая вещь, собака будет, ожидая возможности избавиться от него, прогнозировать, что когда вы взяли аппорт двумя руками, сейчас прозвучит команда Дай. Чтобы этого не происходило на этом этапе, вы иногда касаетесь аппорта передачи команды Дай двумя руками, иногда берете одной рукой, иногда с этой стороны, иногда с этой стороны. То есть вы создаете условия, в которых собака будет ориентироваться только на вашу команду, а не на положение рук на аппорте. Смотрим еще раз. Апорт. Если вы уже прошли этот этап и собака спокойно держит аппорт, вы можете постепенно провоцировать ее, доставая лакомство из кармана. Возможно, в какой-то момент вы сможете подключить игрушку для отвлечения, но сейчас не об этом. Дай. Супер. Вот сейчас мы увидели, что у нас не было в руках лакомства, собака спокойно среагировала на команду Дай и дождалась момента именно подачи команды, не реагируя на наши руки. Вот, собственно говоря, на сегодняшнем этапе, вот, собственно говоря, то, что мы хотели сегодня рассказать в нашем уроке. Сегодня мы учим собаку команде Дай, но помните, иногда необходимо откатываться на несколько шагов или хотя бы на шаг назад, поэтому чередуйте команду Дай с маркером ДА и отпусканием аппорта не в ваши руки и закрепляйте спокойное удержание аппорта. Вы можете обратить внимание на то, что трубочка достаточно тонкая и следов зубов от малинуа практически нет. То есть это показатель того, что собака держит аппорт достаточно крепко, но не переусердствует и не жует его. Следующий наш урок мы покажем, как из статики переходить уже в динамику. Поэтому, если вы еще не подписаны на наш канал, подписывайтесь. Понравилось видео, ставьте лайк. Не забудьте поставить колокольчик, который даст вам сигнал, когда на нашем канале появится новое видео. Хорошего обучения. Следующий урок это аппортировка уже в движении. До новых встреч! Аппорт! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»